сегодня хочу показать что я привезла из турции и чтобы я купила но не купила к сожалению считаю что из турции нужно и можно привозить оливковое масло там огромный выбор оливкового масла масло на любой вкус на любой кошелек есть и холодного отжима экстра виржи в разных упаковках 23 литра есть даже в 5 литровых но нам не нужна была большая емкость поэтому мы взяли вот такую литровую баночку металлическую оливкового масла тут написано на английском языке что это выращено в нежных теплых местах земли турции было были собраны оливки руками выбор на самые лучшие самые твердые которые дают кристаллическое оливковое масло рекомендуется для всех видов блюд а также для диетических нужд вот посмотрите пожалуйста фотографию оливкового масла который имеется в турецких магазинах считаю что в турции можно покупать и можно привозить из турции вот такой продукт из гранатового сока это такой вот сироп он без добавления сахара кислый как гранаты и можно использовать в кулинарии там есть различные соусы также на основе гранатового сока наверное и это какой-то соус я его вскрыла попробовала он достаточно густой то есть это выпаренный сок граната и можно его добавлять в напитки я вот пробовала с водичкой разводить кисловат конечно но полезные когда нету гранатов можно использовать такой вот сироп думаю что можно положить ложечку например чайную на четыре порции в борщ вместо уксуса или там лимонного сока также можно добавлять в различные салаты и так вот продукт из гранатового сока в турции выращивают свой чай чая там огромный огромный ассортимент я покажу то что я купила вот турецкий чай чай не экспортируется из турции жители турции выпивают свой чай сами поэтому турецкий чай можно попробовать лишь только в турции или вот купить оттуда и привезти себе домой чай турецкий как правило мелкий его нарезают чтобы лучше заваривался его рекомендуется не просто заваривать кипятком но и немножко подержать на медленном медленном огне или в теплом каком-то месте для того чтобы он настоялся чай турецкий любит высокие температуры сами турки его заваривают металлических чайниках и кипятят его несколько минут вот у меня такой марки чай пьют его именно вот в таких стаканчиках как здесь мы видим на рисунке пачки с чаем и он такой красноватый вид имеет турецкий чай мы уже пробовали вот этот нам очень понравился вот этот чай мы еще не открывали girl grey те еще не пробовали вообще в турции огромный выбор чая можете посмотреть фотографии где бы я не путешествовала я всегда домой привожу куркуму молотую корень куркумы необыкновенно полезен и поэтому я его очень широко использую в кулинарии недавно я покупала его во вьетнаме когда была на шри-ланка покупала там вот в таиланде мы были последний раз привозила из таиланда и вот сейчас в турции тоже привезла полкило это корень куркумы молотый его можно добавлять в напитки молочные а также в овощные карри конечно же из турции следует привозить сухофрукты там много чернослива кураги и изюма очень много различного инжира любого вкуса можно подобрать себе есть подороже 30 лир можно купить от 15 лир и жир за килограмм мы вот купили изюм купили его в супермаркете в этой пачке один килограмм видно что изюм симпатичный отборный конечно можно было купить как и инжир весовой на рынке но мы купили в упаковке также можно привезти из турции какао вот эта пачка килограммовая какао мы тоже стараемся покупать тех странах где как тут он все-таки широко применяется или вообще выращивается мы привозили его из вьетнама привозили его из таиланда как правило какао продается там больших упаковках видимо население употребляет какао в большом количестве вот в таиланде мы покупали 500 грамм какао точно такая же пачка продавалась и пол килограммовая и в турции но мы выбрали вот такой килограммовый пакет какао есть подешевле есть подороже вот это подороже какао 1 килограмм какао такая упаковочка также хотела бы сказать что в турции можно покупать и другие продукты такие как например семя базилика я в этот раз не купила семя базилика турции поскольку у меня еще имеется вот семя базилика из таиланда для чего этот продукт не нужен он очень вкусный питательный полезный и достаточно всего лишь вот две чайные ложечки 1 и 2 представляете вот это полноценный завтрак полноценный завтрак причем полезный и вкусный вот сейчас я приготовлю буквально у вас на глазах этот завтрак смотрим заливаем водичкой и размешиваем через две минутки у меня будет целый стакан еды представляете из двух чайных ложек я имею целый стакан еды но правда же удобно так быстро и так удобно вот они разбухают и у меня будет целый стакан не располнеешь а энергии энергии получает организм достаточно для того чтобы дожить до обеда также я хотела вам сказать что в турции продается большом количестве цератония стручковая это плоды рожкового дерева семена рожкового дерева используется для получения загустителя применяемого в пищевой промышленности вот его семена а сама цератония стручковая вот этот плод который можно называть рожковое дерево или хлебное дерево илана похоже на стручок фасоли я бы даже сказала что это шоколадный фасоль стручок шоколадной фасоли да очень похожа на шоколадную фасоль используется плоды стручка вот такого рожкового дерева для и приготовления различных сладких соусов на вкус похоже на какао на шоколад немножко похоже готовят напитки суррогат какао для тех людей кому противопоказан кофеин так что какао можно приготовить из этих стручков фасоли также можно приготовить различную выпечку если добавить смолоть ее в порошочек и эту муку добавить к тесту получается шоколадное тесто можно сделать сиропы различные которые можно добавлять к десертам и также поливать мороженое необыкновенно полезен кэроп порошочек стручка рожкового дерева и его очень любят использовать в кулинарии сыроеды а также веганы ну а я привезла еще и фасоль вот такую марочку фасоля у нас в магазине нету пёстрой фасоли поэтому вот я решила привезти из турции сручковую фасоль ну а также купили мы еще и белую фасоль хотели попробовать место было особо мы ничего не везли хотя в турции можно покупать одежду обувь там очень большой выбор и сейчас зимой там хорошие цены на одежду и обувь поскольку мало туристов в турцию надо ездить в сезон для того чтобы покупаться на море а в такое зимнее время в турции по-прежнему лето но оно прохладное сейчас и купаться там невозможно температура воды в средиземном море примерно 18 градусов поэтому сейчас туда нужно ехать за путешествиями за покупками там сейчас не так много народа ну а я хочу показать что же у меня за завтрак получается так вот мои 2 чайные ложки превратились в целый стакан еды и для того чтобы мне было вкусно я беру туда клюкву и добавляю у меня сейчас есть молотая клюква с сахаром сырая вот я сырые ягоды добавила сырой сиропчик буквально пару ложек чайных ну и чтобы послаще было можно 3-4 ложки положить этой клюквы и получается у меня завтрак со вкусом клюквы на любой вкус можно приготовить у кого какой сиропчик есть вот сейчас у меня есть гранатовый сиропчик можно туда добавлять можно добавить смородину черную клубнику у кого что есть у кого какой вкус вот чем удобно семена базилика а вообще в турции продаются многие семена многих растений таких как киноа там продается также булгур в большом ассортименте и крупный такой горох называется нут тоже мне кажется очень интересный продукт который стоит привезти из турции ну а я поскольку люблю вязать у меня такой есть хобби такое интересное я сейчас покажу что я привезла еще и пряжу вот это пряжа нако 100 граммах 220 метров на как урву натуральная шерсть стопроцентная шерсть 9 лир стоит моточек стопроцентная шерсть 9 лир это даже меньше чем сто шестьдесят рублей за моток натуральной шерсти вот это силки эффект ализа дива это точно также и вот эти мотки все ализа дива сил к эффект с эффектом шелка вот это батик дизайн вот три моточка здесь я показываю для вязания очень удобно секционная пряжа красивые окрасы красивые ниточки блестящие хорошо будут смотреться в изделии а также я привезла еще алице бахар стопроцентный мерсеризованный хлопок вот он очень тоже приятный на ощупь замечательный ниточка приятная я буду вязать из нее с большим удовольствием так что для хобби я приобрела много интересного ализы дива сил к эффект стоила в турции валанья за один моток 4 лиры значит вот за этот моток я отдала дива тоже 4 лиры вот этот моточек тоже был 4 лиры секционная пряжа подороже вот эти моточки мне встали каждый по 4 с половиной лиры турецких вот этот моточек дорогой мерсеризованный хлопок ализе бахар стоил 8 турецких лир за один моток я купила 5 моточков а также пряжа нако нако пуры вол стоила 9 лир один моток получается что вот этот силки эффект ализа дива стоит очень дешево 4 лиры это 60 с небольшим 60 с хвостиком русских рублей ну вот пожалуй все что я хотела показать есть конечно еще кое-что из одежды там всякие продаются сумочки обувь много по сезону осенних сапожек всяких и также летних босоножечек и купальничков всего полно но это нужно посмотреть те видео в которых я показывала товары в магазине например магазин макро мы заходили я там показывала обувь можно посмотреть продукты в магазинах которые я видео представляла уже это большая сеть магазинов мегрос в турции на каждом шагу такие магазины встречаются как у нас например магниты или пятерочки а там мегрос также есть магазин аланюм огромный на первом этаже там размещаются секции где продаются продукты а также сладости восточные на втором этаже там огромный выбор одежды и обуви так что магазин аланюм он на хоть находится в центре города подальше от крепости туда уже ближе даже к району аба где мы жили также есть магазин метро или метро метро наверное желтенький привычный нам магазин с продуктами бытовой химии товарами первой необходимости ну и вот магазинчик макро я хотела бы также есть несколько тоже встречалась нам магазинов безим продаются продукты мне кажется там были невысокие цены но сухофрукты все же лучше покупать на рынке благодарю вас за внимание буду рада если вам хотя бы что-то понравилось из этих продуктов а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!